Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Абонент доступен» В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи по скайпу с нами сегодня актер, резидентка «Мизиклаб» Олег Перещагин Здравствуйте Здравствуйте Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Для тех, кто звонит из-за рубежа, напомню, код страны плюс 371 И номер WhatsApp 2306191 Можете оставлять свои комментарии и задавать вопросы в письменной форме Так что участвуйте Вы сейчас выходите к нам на прямую связь из машины И я также знаю о вашем увлечении мотоциклами По крайней мере, я читала об этом в нескольких ваших интервью Вот страсть к скорости откуда у вас появилась? Да, у меня уже нет особой страсти, я не гоняю прямо То есть я больше люблю поковыряться, что-нибудь поделать, переделать, допустим Переварить мотоцикл, если это конкретно Вот, в том числе и велосипеды Все, что движется, меня увлекает По земле имею в виду, самолеты я не очень люблю Вот, довелось один раз поуправлять немного, это не моя тема А вот все, что на земле, мне нравится Я, да, в машине провожу очень много времени свободного Какой русский не любит быстрой езды? Вот знаете, есть такое выражение, какой русский не любит быстрой езды? Вот вы, кстати, любите быстрой ездить? Я люблю, конечно Нет, на самом деле, те дороги, которые я знаю То есть я много езжу за рулем, между городами тоже Те дороги, которые я знаю, знаю, что там, в принципе, безопасно в данный момент Я могу притопить, не спорю То есть, ну, так, что на все деньги, как говорится, я уже не езжу Так, там, лет 10-15 назад, когда я был молодой Сейчас уже нет, у меня дети взрослые, в школу ходят Так что я, как бы, стараюсь вести себя, как взрослый человек То есть, когда я еду в общем потоке, с общей скоростью Кто-то в Москве там обгоняет с огромной скоростью на хорошей машине Я смотрю на него, как на дурака обычно То есть, я уже, как бы, видимо, не знаю, повзрослел немного Вот А так, люблю машины в любом виде Но профессиональный юмор в определенного рода тоже требует скорости Потому что есть, например, актуальные темы, актуальные шутки Которые будут резонировать только в этот определенный период Да, да, есть, конечно Нет, я такой смышленный парень, я не сижу, как бы, на месте Не сказать, что я там увлекаюсь трендами современными какими-то То есть, я более чопорный такой человек То есть, классика, не знаю, в моей жизни преобладает Но, конечно, в юморе надо соображать Мой любимый конкурс в КВН был разминкой Это то, чего мне не хватало в Камеди Клабе И в Камеди Куман сейчас я работаю Мне это тоже не хватает Разминка – это круто, мозг работает Вот, то есть, быстро соображать, смешно ответить То есть, конечно, скорость есть у нас, в нашей профессии Ну вот, а вечные темы, на какие темы можно шутить всегда? Такие фундаментальные, они ведь тоже есть? От которых всегда будет смешно Да, все, что угодно, начиная от бытовухи, которая всегда у нас То есть, в каждом из нас присутствует Там, не знаю, кто-то делит людей на богатых И там супер богатых, и просто людей Я думаю, что и у супер богатых людей есть своя бытовуха Может, она немного отличается от нашей Но она есть, как бы И это всегда актуально То есть, в любом случае, все мы люди И взаимоотношения у нас примерно одинаковые у всех Независимо от национальности, цвета кожи, чего угодно Все мы люди Вот, поэтому На эти темы всегда можно шутить Какие еще есть темы? Да я не знаю, все, что угодно Проще сказать то, на что нельзя шутить На какие темы Но нельзя шутить, это просто по-человечески Просто нельзя шутить Я думаю, над инвалидами Естественно Над всякими какими-то такими Вот, не дай бог Ситуациями, в которых все мы можем оказаться Не дай бог, наши дети То есть, над этими вещами не стоит шутить Я думаю, не стоит шутить Просто, по моему личному убеждению Не стоит шутить на тему религии Неважно какой Потому что, по мне, в истории Особенно средние века, да и до этого Очень много людей погибло в войнах Именно на религиозную тему То есть, не надо поднимать у каждого Это сугубо личное у каждого человека Поэтому его отношение к этой теме в целом Там степень веры и все такое То есть, над этим не надо юморить Ну и над какими-то просто человеческими вещами Поменьше грязи, скажем так Побольше интеллектуального юмора Вот, по мне Потому что для того, чтобы шутить интеллектуально достаточно Надо как бы быть достаточно начитанным Образованным человеком Если ты можешь пошутить на какую-то такую тему На которую, как бы, мало кто шутит, скажем так Это значит, что ты в ней разбираешься Иначе твоя шутка бы не получилась Это значит, что в этой теме ты немного волокешь По-русски говоря Вот, поэтому я думаю, что когда люди шутят Не на тему секса, не на тему, там, ниже пояса А какие-то программы отличаются именно высоким юмором Это как бы качество людей показывает по мне Вот, у меня большой волокий к таким людям Вот То есть, журнал «Шарлейбдо», который в том числе высмеивает Самые сложные, самые трагические темы То есть, это не ваш случай все-таки Кто еще раз? Журнал «Шарлейбдо» французский, который в том числе высмеивает трагедию Вот их подход Ну, не знаю, это его личное мнение Я не знаю, как бы он отнес, если бы он, не дай бог, сам попал в какую-то трагедию И люди бы потом над ним полгода шутили Когда он уже давно на кладбище Ну, это не очень хорошо Не очень приятно, как минимум, тем людям, которые Причастны были к этой трагедии То есть, потеряли там родственников или что-то Ну, то есть, это не моя тема, да, мне не близко Ну, сотрудников журнала как раз расстреляли исламские фундаменталисты Они потом стали менять адрес И они как раз потом шутили в том числе и об этом То есть, их концепция заключается в том, что смеяться можно над всем Юмор победит все Ну, вот так примерно они это видели Да, ну, видите, как бы люди готовы убить за такой юмор Не стоит им заниматься Ну, надо же быть дураком, чтобы идти, как бы, в пропалу, я не знаю Не стоит так делать Это уже тебе люди показали Ну, то есть, в любом случае, так будет и дальше И так будет через 100 лет, и через 200 Как показывает, ну, как бы, история Да, да Но Михаил Галустян, однажды, отвечая на вопрос Как изменился юмор за последние 10 лет Сказал, что шутить сейчас стало сложнее Мы вот сейчас вспомнили Шарли Эбдо Шутки, которые в том числе звучат с телевидения Да, это Камеди Вумен, например Также приходилось извиняться за шутку За проингушскую девушку Вот все-таки это цензура Или как вы это воспринимаете? Шутить стало сложнее? Ну, я лично... А? Шутить стало сложнее? Да нет, ну, так сказать Шутить сложнее, по мне Ну, чуть сложнее, может быть, стало Потому что каждый из нас шутит не первый год Вот, допустим, взять Мишу Галустяна там Да, грубо говоря Я там лет 10 больше уже на ТНТ только работаю До этого мы в КВН играли на первом канале То есть, в принципе, опыт есть некоторый Шутить стало сложнее мне лично Потому что на многие темы я уже шутил И когда ты пытаешься на эту тему придумать что-то более там смешное Чем ты уже однажды подчеркнул какой-то момент Возникает сложность То есть, за счет чего та шутка была смешнее? За счет того, что там какая-то механизм построения юмора Применялся в какой-то оригинальный данный момент Или тема была совсем не шученная Многие темы уже и шутили Ну, 10 раз об одном и том же шутить не хочется Второй момент, что темы сложнее Если ты на какую-то тему На которую уже все шутили Пошутишь особенно По-своему как-то То это тоже уровень как бы Ну, твоего интеллекта И как юмориста уровень показывает Высокий Это как заново изобрести велосипед, грубо говоря Что нового в велосипеде можно сделать Те же круглые два колеса Та же рама, грубо говоря, сиденье и руль Также и здесь надо сделать как-то так Чтобы снова завернуть эту конфету в новую оберну Вот в этом сложность А то, что возникают какие-то темы За которые иногда людям приходят обвиняться Я думаю, что многие моменты сделаны Были не специально Для того, чтобы прожечь какой-то конфликт А просто необдуманно сказанные слова За которые как бы некоторая группа людей обиделась Это нормальная практика Если ты извинился за то, что ты обидел Одного или более людей Ничего страшного в этом нет То есть вы имеете в виду эту ситуацию Эту ситуацию имеете в виду с Comedy Woman? С Comedy Woman, да Никакого умысла, естественно, не было То есть как бы когда-то, когда я только попал в Comedy Club Родители у меня живут здесь в Перми Жили до этого в области, где я родился И мама смотрела Comedy И там Харламов с Батрудиновым обзывались Нехорошими словами В одной миниатюре И один другого называл Олег Евгеньевич А меня зовут Олег Евгеньевич Мне мама позвонила, пенсионерка И говорит, Олег, тебя там не обижают Говорит, в Comedy Club Я говорю, нет, нет, мама То, что он назвал Олег Евгеньевич Это случайно у Харламова вылетело из головы Это не значит, что все Олеги Евгеньевичи Должны на себя это воспринять Переживать по этому поводу Вовсе нет То есть как бы вот То есть нет На ТНТ я не вижу По крайней мере Каких-то политических программ Сугубо настроенных Которые там На определенную группу людей Там натравлены И они их пытаются высмеивать Нет такого, никто не шутит Про Чукчик бесконечно Там про какие-то еще народы Такого уже нету Как там раньше было То есть сейчас тема в том-то и дело Что тем полно Мир не стоит на месте Все время что-то происходит Что-то интересное, новое Какие-то открытия На все это можно шутить Легко Темы всегда есть У нас звонок сейчас есть Да, радиослушатель на линии Слушаем вас, здравствуйте Добрый день Да, добрый день А вот как вы относитесь К таким передачам, как розыгрыш Ведь человек иногда чувствует себя Буквально идиотом А его еще показывают На огромную Многомиллионную аудиторию И вы бы согласились Участвовать в этой передаче То есть вы бы в розыгрыше были Не жертвой, а наоборот Участникам Спасибо Спасибо вам Это вопрос, да? Да, я все слышал В встречах В мероприятиях Не ради того, чтобы показать Какой я глупый В какой-то ситуации Или еще что-то А просто делали Чтобы поражать Потому что знали Что это сработает Вот Я бы думаю Что неплохо отнесся Поэтому в любых Каких-то непонятных ситуациях Ведите себя хорошо И правильно Чтобы не оказаться В программе розыгрыш И выглядеть идиотом На всю страну Вот Еще звонок Да, слушаем вас Добрый день Добрый Как вас зовут? Ольга Ушакова Да, Ольга Сделайте Спасишь радиоприемник Пожалуйста Мы слышим их Вот сюда Хотелось бы узнать У вашего гостя Мнение о классике О шедеврах юмора Вот за эти годы Ну я имею ввиду После 91-го года Вот Такого шедевра Такого классического юмора Как Аркадий Райкин Который сейчас дал Ну нет И наверное Вряд ли будет Если вот там Какое-то настроение Не такое Вот включишь Колеса, насосы И кажется И жить уже можно Как хочешь А вот Вот за этот период 20 с чем-то лет Потом вот Те, которые вот Жили И далее У них ничего не будет Чтобы вот так вот Обратиться К классике К записи Вот такого юмора Чтобы можно было Как-то вот После этого Ну как-то воспрямить Спасибо Ваш вопрос Да, я понял Но Как бы по мне Вот тоже Классика Определяется со временем То есть Тот Какой-то конкретный момент Когда Райкин Только появился По мне Вот я точно Не знаю информации Ну просто прикидывая Когда он появился Он тоже был Неким новым Каким-то Революционным юмористом Правильно? То есть Скорее всего Какая-то часть Людей Которые его смотрели Может быть Он для них казался Слишком резким Я не уверен Но Мне кажется Может быть Они тоже Не сильно его воспринимали С другой стороны Там пройдет время То есть Через там 40 лет Если кто-то В интернете Включит Харламова Или там Реву Посмотреть Чтобы посмеяться И вспомнить Свои молодые годы Возможно Такое будет Вот тогда Эти люди Для них Станут классикой А Как сейчас Не знаю Честно говоря Все что я делал В плане юмора Не сказал бы я Что мне было стыдно За что-то То есть Я всегда У меня очень большой Лично у меня Самоконтроль Я всегда пытаюсь Делать так Чтобы никого не обидеть В своем юморе Конкретных людей Или группу людей Я стараюсь делать так И как бы Если я Шучу о чем-то То Ну не знаю Честно говоря Мне пока не стыдно За то что я делал Не скажу что я делал Какой-то Кошмарный юмор Поэтому я рассчитываю Что может быть Кого-то я еще порадую И через 50 лет Вот говоря о монолитности Публики возможно тогда О чем говорила наша Радиослушательница И сейчас О разноплановости Например если раньше На сцену опять же Можно вспомнить Аркадия Райкина Который выходил И шутил И все смеялись Да Ну за исключением Может быть отдельных Каких-то личностей Но вот сегодня Помимо стендап-комиков На телевидении Артистов вообще В целом Юмористического жанра В том числе и в Ютубе Да На территории свободы Что происходит с юмором На ваш взгляд Вот за счет этого Такого большого Юмористического ассортимента Если так можно выразиться Я честно говоря Не сильно прям слежу За всеми юмористами Какие у нас есть И в интернете И на телевидении Но в целом Не знаю что происходит Я думаю что развивается То есть Сейчас в отличие от Советских времен У нас есть возможность И залезть все правильно И в интернет Помимо телевидения И раньше было там Пару каналов На которых показывали То что показывали И ты это воспринимал Как то что есть Грубо говоря Принимал это Математическим языком За 100% Сейчас выбор велик Гигантский просто То есть ты грубо говоря Залазив в инстаграм Находишь какие-то профили На которых по 2 миллиона Подписчиков И они полную чепуху Снимают вот по мне Полный чушь Не смешно нисколько Мне вот лично Я знаю что есть люди Которые смотрят Твой инстаграм И пишут мне то же самое И говорят Туган ты что так съехал То есть ты совсем плохо Но тем не менее Выбор огромный И каждой группе зрителей Всегда есть какой-то свой артист То есть Вот те же 2 миллиона Подписаны на этих людей Значит 2 миллионам Это нравится Они это смотрят Мне допустим Не интересно Я поищу других людей В инстаграме Там в ютюбе Где угодно В любых других соцсетях Или каких-то поисковиках То есть вот Часто смотрим иностранных Там каких-то юмористов Но больше я смотрю Не для того чтобы Посмеяться над их личным Внутренним американским Или там английским Юмором То что внутри страны происходит Там жить надо Чтобы понимать Особо так О чем они шутят Больше смотришь на приемы Как бы Как они перекручивают Как они Откуда они черпают юмор То есть Вот Так же как для меня Рэперы Или любые другие там Поэты Они употребляют Те же самые слова Которыми мы с вами Разговариваем Но они их так выстраивают Что получается красиво То есть это вот Особенность Вот я смотрю Больше прием Как они это делают В целом Вот Некоторые люди Очень просто Будь то просто Разговаривают А на самом деле Смешно да ужасно Вот говоря о поэтах Вы сейчас упомянули Действительно Ведь можно провести Наверное Как мне кажется Такую параллель Между стихотворениями И юмором Вот этот парадокс Который есть В стихотворениях Который как правило И привлекает Да Ну я не знаю Например Как известно Пушкин говорил Что гений парадокса Вдруг Да Вот эту фразу Но вот в юморе Это тоже есть Этот феномен парадокса Ну Наверное есть Скорее всего Конечно То есть Парадокс Это же Как по мне Нечто очевидное Правильно То что как бы Есть на поверхности Мы это вроде бы Как бы все используем Но в какой-то совокупности Конкретной По какому-то механизму Мало кто использует Есть наверное в юморе Конечно такие вещи Ну не спорю Но я стараюсь Какие-то новые ходы Искать всегда То есть говорить О том же Но по другому Вот Форму просто Еще другую форму Как там Не знаю Я стихиями не сильно увлекаюсь Но если сравнивать Все мы привыкли Что стихотворение Это как минимум Четыре Ну две строчки Окей Некое четное число строчек Они зарифмованы Между собой В разном порядке Но есть хоку Которых три строчки Вроде тоже мы называем Это стихотворением Но совсем другая форма Подачи То есть как бы Вот Я об этом говорю О механизмах Построения юмора Ну там несколько их бывает Там общепринятых Как когда-то Когда мы играли в КВН Была книга В КВН В ней было написано Я это запомнил Всю жизнь Первое правило шутки Это обман То есть Тебе задают вопрос И ты отвечаешь Максимально нестандартно Если ты ответил То что никто Вообще не ожидал Все засмеются Потому что ты обманул Реакцию Все ожидали одно Ты получил другое В ответ И люди засмеялись Ого И если ты сделал это Максимально нестандартно То все поняли Как ты мыслишь Что мыслисты Совсем нестандартно В отличие от всех нас Здесь присутствуют Вот Вот это интересно мне Изопов язык Насколько это важно Потому что если говорить О советском юморе И его феномене Это была некая Недосказанность Точнее Там многое читалось Между строк Сегодня По большому счету Можно говорить прямо Вот на ваш взгляд Есть ли необходимость Использовать Изопов язык в юморе Сегодня Ну Говорить прямо Тоже Вот опять же Это о форме О способе Подачи юмора Грубо говоря Тупо говорить прямо Иногда Надо То есть Знаете как там В некоторых наших номерах С гавром Там в камедии Иногда приходилось Говорить матерное слово Но это как говорят Слов Из песни слов не выкинешь Но вот реально Как ни крути Если не скажешь Конкретно это слово Не будет так смешно Синонимы хорошие Там Ну Употребляемые людьми Не ругательные Но какие-то близкие Не работают Так же и здесь Есть как бы Есть некоторые моменты В которых В прямую В тупую Не скажешь Не поймут Но Сказать так Знаете Вот называют Английский юмор Там или как-то На тоненького Очень на тоненького Вообще То есть Вот уже близко Вроде бы Чернухой пахнет Но нет Человек сделал так Грамотно Что вот это вот Мастерство Как бы Я считаю Что лучше Говорить так Все время Не говорить в тупую Потому что Ну в тупую Может любой сказать Ты догадался об этом И взял просто Произнес Любой прохожий Может произнести А ты подай это так Чтобы люди Сами догадались Не нравится Когда Грубо говоря Кино вот сравнивая Тоже Или картина Та же самая Это же тоже Та же форма Как наши номера Или что-то Когда ты посмотрел фильм И еще неделю Ходишь и соображаешь Думаешь о нем Перекручиваешь Какие-то моменты То есть Это оставляет В тебе какое-то Послевкусие Это потому что Кино настолько Было правильно подано Что оно Заставило тебе Внутри Ну задуматься О чем-то И рассуждать А когда тебе говорят В прямую В тупую Ты кайфанул Минут 5-10 И потом дальше Живешь свою жизнь Как будто бы поговорил Просто со знакомым То есть Обязательно Не надо в прямую Говорить Надо больше Вот чем мне нравится Иногда КВН Больше чем Камеди Клаб Или Камеди Воман Камеди Клаб Скорее даже Камеди Клаб Очень много В прямую говорит Чем мне нравится КВН Тем что хорошие команды Очень завуалированно Обо всем говорят Они шутят На темы Ниже пояса Но шутят так Что как бы сметно А тот же Харламов Лупит в прямую Тебе просто на вот И все Матерными словами И расклевывай Как хочешь Мы сейчас прервемся Буквально на несколько минут Потом вернемся и продолжим Актер и комик Олег Верещагин С нами на прямой связи И вы оставайтесь с нами Мы продолжаем Это программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев И с нами на прямой связи Актер и комик Олег Верещагин Еще раз здравствуйте Здравствуйте Друзья Вот вы до перерыва Сказали о КВН Вы ведь начинали свою карьеру Юмористов КВН Да Сейчас Следите ли вы за современным КВН Как его оцениваете Есть такое мнение Что он уже себя изжил Так ли это Ну нет Не считаю Что он себя изжил Буду задом наперед Отвечать Как принято у нас В Перми Откуда я родом На самом деле Не изжил себя Вовсе нет Все развивается По синусоиде Опять же Говоря математическим языком И всегда есть спады И падения Там И рост Обязательно То есть Просто волнами Все развивалось Вот я когда играл в КВН Там в начале 2000-х годов Было много сильных команд Которые Которым я и свою Причисляю Естественно Парма Вот Был Пятигорск Был Руден Был уездный город В одно поколение Играло очень много Мощных хороших команд Другие команды тоже были Вот Потом резко Все в 1-2 года вышли И получилось так Что там 1-2 команды Остались хорошего Серьезного уровня Вот Наташа Иприкян Играла допустим В мегаполисе Команде Очень мощная была команда Потом Саня Гудок Постепенно выкрутили Они со своей Федором Гвинятиной Тоже вышли в высшую лигу И нашумели там Неплохо вообще То есть как бы Были команды постепенно Я слежу за КВН Естественно Дом КВН В Москве находится Не так до того От меня Где я живу На ВДНХ И поэтому я спокойно Ну часто раньше приезжал В прошлый год Меня звали в жюри Я сидел даже В премьер-лиге в жюри Что для меня вообще Большая честь То есть меня никогда Не звали так высоко В жюри в КВН Вот Я слежу естественно Но не успеваю Смотреть игры там Грубо говоря Когда их показывают По телевизору Смотрю больше в интернете Нарезку какую-то Или что-то Но когда я на гастролике Или у меня есть Свободное время Я могу посмотреть Два часа Поплететь в Ютюбе Просто целиком Игру Потому что я хочу Конечно Это мой дом Бывший Второй Я не знаю как назвать Первый где я родился Второй КВН конечно Резидент Комеди-клаб Илья Соболев Который также был гостем Программы Абонент доступен Он рассказывал В том числе В одном из интервью О том что в КВН Ну вот сейчас Олег Верещагин Снова выходит С нами на прямую связь Да Олег Слышите ли вы нас Как раз на самом Проникационном вопросе Выключили Выключили скайп Ну вот Илья Соболев Говорил о том Что в КВН существует Некоторая мафия Семьи Масляковых Что о них нельзя шутить Определенным образом Что есть Какая-то цензура И также Эта семья Может позволить себе Любую грубость В отношении членов КВН Что вы думаете По этому поводу Есть ли это на самом деле Да на самом деле Ну как вам сказать То как воспринимает Я не могу сказать Что там армия Прямо там Или как на войну Ты приехал И там все жестко Или смерть Или там Делай как надо Все не так жестко Конечно Люди Которые владеют Передачей Которую ты приходишь Наверное Обладают некими Какими-то Ну Возможностями Говорить не так Как говорят Все остальные люди Но Это Опять же Говорю Не самоубийство Играть в КВН Все спокойно Как только ты Начинаешь делать Хорошую игру Ты понимаешь Правила игры КВН Как такового Ты делаешь Именно КВН И делаешь то Что тебе То что надо Этой передаче То есть играешь По честному По правилам Тебя просто уважают Начинают эти люди Тебя могут уважать С первого сезона Это я вам точно говорю То есть сейчас Не знаю С чем это связано С тем что я Когда-то играл Там 4 На первом канале Или от того Что некогда Допустим Извиняюсь У меня просто Телефон И мне звонят Периодически Или у меня Сложилась какая-то Дальнейшая карьера На телевидении Но когда я встречаю Александра Васильевича Маслякова И даже тетю Свету Которая да Непростая тетя Подплашусь с вами Они все равно Говорят привет Олег То есть они помнят Как меня зовут Они рады меня видеть Я не думаю Что им есть желание Каждому из нас Бывшему КВНщику Улыбаться изо всех сил И делать вид Что им приятно Тебя видеть Скорее всего Это естественно И натурально По-настоящему Они это делают Поэтому я всегда рад Их видеть Я считаю Александра Васильевича Как бы Не знаю Как первым тренером Считают спортсмены Своего тренера И сильно уважают Считают его вторым отцом Я к нему отлично отношусь То есть Ну я не знаю Для того чтобы судить человека Надо быть хотя бы На его уровне Как минимум По мне То есть я не могу судить Некоторых людей Потому что я не был На их месте Я не знаю Как это складывается Владея КВНом Как бы я себя вел Кто его знает Может я сгорел бы за год И все на этом То есть я всем людям Желаю счастья Добра, любви И Александру Васильевичу И тете Свете в том числе А то что там есть некая мафия Назовите это как хотите Группа лиц Не всегда мафия Мафия поступает плохо А они не всегда поступают плохо То есть как бы Нет Хорошо Отлично Просто это семейный бизнес Да и все Ничего страшного Я всегда рад туда приехать Я не из тех Кто говорит Эфирамбы людям Для того чтобы Что-то с этого получить Ничего не имею Хожу на КВН Абсолютно бесплатно Никогда не прошу Никакие там Билетики Или еще что-то Зовут Иду Нет Нет Могу пройти Позвонить Наверное меня пропустят Не посадят Уж первый ряд Но посадят На КВН Но я не Ну Я сейчас не вру То есть я с полной уверенностью Вам говорю про Александра Васильевича Что все нормально КВН еще тот И как бы все движется В правильном направлении Ну все-таки шуток Про Масляковых не так много Но я честно говоря Даже не могу вспомнить Какие были шутки На самом деле Ну это так же как Я не знаю как объяснить Вот работаете вы на работе И шутите только про начальника Однажды это всех заколебет Так или иначе То есть Ну как бы Есть куча других тем Для юмора Поэтому что шутить Все время про Масляковых Можно пошутить так Чтобы ему было приятно И все Как бы драконить Своего начальника Какой смысл Выйти приготовить выступление Где все время про Маслякова И про то Где ну как бы Ты подчеркиваешь Его недостатки Это никто не пропустит Во-первых На репетициях А во-вторых Нет смысла этого делать Вот Поэтому Просто делай свое дело И все Есть команды Которые приезжают Со своей полной уверенностью Как должен выглядеть КВН И начинают его диктовать Но это не прокатит Да у нас есть звонок Сейчас Здравствуйте Слушаем вас Добрый день Александр Да Задавайте вопрос Скажите пожалуйста Говорят Женщины Ценят мужчине На первом месте Чувство юмора Вы ощущаете это на себе И правда это Или нет Спасибо Спасибо Ну я думаю Как сказать Не знаю Я женат половину Своей жизни Я не Ну Не получаю Точнее не воспринимаю Какие-то там От женщин Как мне Как мужчине Конкретно Каких-то знаков внимания Обычно Меня там Висит заслон Как бы Я им объясняю Но они и так все знают Сейчас в соцсети есть Вот Конечно Наверное Скорее всего Это привлекательно То есть Так же как и в любой женщине Для меня Как для мужчины Если есть Чувство юмора Это острота ума По мне Это какой-то свой вид На Свой взгляд на вещи Своя призма На глазах у человека И он видит то же самое Что и мы с вами Но немного по-другому Это привлекает Как минимум Внимание Если ты пару-тройку раз Словом Смог отскочить От какой-то сложной ситуации А рядом стояла женщина Так наверное Это прокатит Конечно То есть Как бы Суть в этом Что ты не полез в драку Как все остальные А двумя словами Разрешил ситуацию Причем все еще посмеялись И обнялись после этого Две противоборства Как бы Группировки Не знаю Вот Конечно помогает Юмор в жизни помогает И женщинами в том числе Город Пермь Стал своего рода Тоже уже такой Одной из столиц России В плане юмора Потому что сериал Реальные пацаны Который успешно идет Уже не первый сезон В общем-то Прославил этот город На всю Россию Да и за пределами России Тоже его многие смотрят Вы кстати В этом сериале Не снимались Да? Я снимался В самом первом сезоне Пять серий у меня было Играл я там Работника автосалона В которой Валя Устроилась на работу И решила закрутить Со мной интрижку Для того чтобы Своего Эдика Разозлить немного Снимался Я снимался На ваш взгляд Вот этот сериал Который Как мне кажется Я его очень люблю Правда И мне кажется Что он Многие говорят Ну как ты смотришь Реальные пацаны Но это же там Про каких-то там Таких не очень хороших ребят Ведь он во многом Отражает Вот Очень показывает Жизнь простых людей По большому счету За юмором Есть суровая правда Да Просто Понимаете Когда вот Я допустим Иногда некоторые фильмы Даже если они плохо сняты Там Операторские Или еще что-то Режиссер там слабенький Но Если они затрагивают Какую-то тему Близкую мне Я досмотрю его до конца Потому что мне хочется Узнать эту точку зрения Которая близко мне Ну совпадает с моей Здесь мы встречаем героев Которых мы встречаем Каждый день на улице И даже те люди Которые вам говорят Как ты это смотришь Они живут с ним В одном подъезде С таким же человечком Либо он живет Где-то внизу Либо на углу У вас магазинчики Там вечером они пьют пиво То есть ты можешь Встретить их людей Все время Вот по России Сколько я езжу Они везде здесь То есть в каждом городе Чем он меньше Чем он больше И как бы Ты видишь своего соседа Или знакомого В этом сериале И смеешься Над ними Над теми Как бы людьми Которые живут с тобой рядом Я думаю в этом и фишка И способ подачи Опять же Впрямую Изначально же это было Как документарь Я не знаю Как это называется В телевидении Когда снимали От первого лица Будь то бы С Колей рядом Ходил какой-то Человек из милиции Из полиции Точнее сейчас у нас Уже давно Вот Который типа Осуществлял за ним надзор И снимал на видеокамеру То как он бьет И исправляется То есть это было Впрямую Это тоже был Один из плюсов сериала Потому что у нас Вот Витя Васильев Был такой в Камеди Клабе С Митей Хрусталевым Вместе они выступали Витя Васильев Человек-скептик Который Как бы Ему мало что нового Нравится по телевидению И когда он посмотрел Первую серию Когда только запустили сериал Он позвонил мне И говорит Олег это бомба Вообще Я чуть не умер Со смеху Мне хочется быстрее Увидеть вторую серию То есть если уж Витя Как мне тогда казалось Сказал что все круто То все круто реально Сериал классный Да я очень рад за ребят Потому что это все мои друзья С многими из них Мы играли в КВН Так или иначе То есть КВН это не всегда Те люди которые на сцене Это много еще людей Которые тебе помогают В команде То есть все эти люди Стали при делах При больших Как говорится Тоже как бы На волне Они успеха Я очень счастлив За них Очень рад И родной город Перм Всегда в него приезжаю Я и сейчас в нем Нахожусь кстати У нас дождь И плюс 10 Лето Пермское лето Да Пермское лето Ну вот вы сказали До этого Что юмор Часто помогает В жизненных ситуациях Отвечая на вопрос Нашего слушателя О том Что впечатляет девушек Ну вот если говорить О создании Юмористического монолога Перед выступлением О создании шутки Можно ли сказать Что придумывание шуток Это тоже определенного рода Исследование Человеческой психологии В том числе Вот вы так смотрите С одной стороны На свою профессию Да Конечно Я так и смотрю Конечно То есть Каждой своей миниатюрой Там Номером Там большим Или еще чем-то Так же как и художник Своей картины Или там Кинорежиссер Своим фильмом Я считаю Что человек должен Мы должны понять Что он хотел нам сказать Я не просто хотел вас Рассмешить Не просто Я что-то хотел сказать То есть вы должны Это услышать И увидеть Если вам удалось Это увидеть И услышать Я очень рад И счастлив Как создатель этого То есть конечно Надо как бы Думать о чем-то Что ты хотел этим сказать Поэтому Вот Вот Что я хотел сказать этим Если сравнить С кинематографом В великих картинах Очень часто Режиссеры допускают Возможность Разных интерпретаций То есть вкладывая Что-то свое Они допускают Что человек может Понять что-то другое Вот с шуткой Тоже это работает Все-таки Что Та идея Которую вы заложили Возможно Не прошла А человек увидел Что-то свое И ему стало смешно Может быть Может быть Мы к сожалению Редко общаемся Но сейчас помню Что в соцсетях Есть возможность Пообщаться Люди пишут свое мнение По поводу разных Там проектов В которых ты участвуешь Есть возможность Услышать обратную реакцию А так раньше Мы же об этом не знали Тебя по телевизору показали Знакомые Что-то тебе ответили А как какие-то люди Другие Там в Хабаровске Или там В Владивостоке Поняли это Мы не знали Вот Соответственно Сейчас есть обратная связь И Люди могут сказать И можно это увидеть Но опять же Вот пример допустим В инстаграме Я редко бываю в своем Я не заядлый инстаграмщик Но недавно Тут что-то на неделе Я посмеялся У меня между квартирами В холле Квартирном Висит турник Сосед повесил И Я подтянулся один раз На турнике И потом нарезал это на видео Написал в посте Что каждый день В 14.00 по Москве Что бы я ни делал Я всегда прыгаю на турник И делаю свою десяточку А на самом деле Я просто нарезал Причем с грубым монтажом Чтобы людям было очевидно Видно Что я подтягиваюсь один раз Просто 10 раз умножил Как бы видео И все Я выкинул туда Люди посмеялись А некоторые люди писали Да так видно же Что монтаж туда-сюда То есть они не поняли посылы Что это за бред Они писали Я пишу Это юмор То есть Людям иногда приходится Объяснять Что ты хотел этим сказать Не все это понимают А сколько раз? Если кто-то увидел свое в этом Я не знаю Надеюсь Да-да Сколько раз кстати можете подтянуться? Реально? Да Реально я Ну не занимаюсь спортом Уже лет 15 Если не больше Реально я раз 5 Наверное подтянусь Могу раз 20 отжаться Это было раньше Мое любимое упражнение Присядься там Ну не знаю сколько Ну 10 Я уж присяду Не помру А так я давно Ничего такого не делал Но выгляжу неплохо Молодец Олег Ведь мне скоро 40 Отношения с хейтерами Кстати Как складываются? Реагируете на них? Да я не реагирую Но я пытаюсь ответить Как бы так Чтобы человек Во-первых не обиделся Не затронуть его Никакие личные моменты Мы же не на улице с ним В темном переулке Правильно? Чего грубить нам друг друга? Тем более люди это читают Люди пишут Пишут с матом иногда Но я постараюсь ответить Как-нибудь остроумно Чтобы и не стильно Посмеяться над ним И его как бы Не задеть Не обидеть Чтобы не прошла Снова обратная Негативная реакция Наша переписка Не превратилась там Суточно Вот Но нормально отношусь У всех свое мнение Просто иногда люди Ну не совсем понимают Где находятся В том плане Что у меня в инстаграме Больше семья Там дети мои И люди пишут с матом Какие-то комментарии Я просто пишу Что друг Здесь мои дети Ну постарайся Без мата хотя бы Или хочешь что-то грубое Сказать Напиши в личку Есть же директ У всех в инстаграме Пиши лично туда И все Ты придурок Шутишь плохо Окей Все я понял Спасибо А писать это на всю страну Потом заходишь к нему На профиль Он закрыт И у него там Два подписчика Ни одного поста И 80 тысяч Там на кого он подписался Все понятно То есть В чем мне с ним общаться Мне его просто удалить Можно Да и все А знакомых Из Которые работают С вами в одной сфере Анонимно То есть Это не практикуются Вот такие попытки Обидеть друг друга С помощью комментариев Анонимных Ничего у вас Не говорят Я не вступаю Ни в какие конфликты Я не особо такой Ну как сказать Я не тот Который каждую пятницу Субботу Ходит на какие-то мероприятия Там фотографируется Рядом с пресс-волом Каким-то серьезным Вот я в платье Видео какого-нибудь Артиста Выкладываю Мне это не надо Я не зарубаюсь Ни с кем Поэтому Не знаю Ну есть такое Конечно Вы же залазите В инстаграм Видите как Там в ютюбе Или где-то Один артист Другого там В чем-то обвиняет Тот ему в ответ Один другому Песню написал Там хейтерскую Другое видео Ему в ответ снял И это продолжается Полгода Там год Ну что за бред Как бы Есть другие способы Я себе напомню Лучше всегда Профессионально Делать свою работу Все остальное Как бы Сегодня для некоторых Является Эталоном юмора Для кого-то Это все-таки Ну Они не считают Этот юмор смешным Может быть Шутки считают пошлыми И в то же время Ну говорят некоторые Что это чуть ли не яма юмора Вот существует сегодня Некоторая такая Разноплановость Все-таки Вкусов публики И как вы это воспринимаете Как раз Что касается Ну Нормально Есть разноплановость Я говорил о том Что юмор Съединяется у нас И как бы Сейчас много тем Есть Для каждого человека Найдется свой юморист Скажем так Вот Я думаю Я не знаю Я сейчас не в Камеди Клабе конкретно Я в Камеди Вуман Не знаю Как они следят за тем Что происходит Но есть же определенный Рейтинг программы телевизионной Которая все время Обновляется Каждый там Отчетный период Будь то один день Или неделя И они смотрят Как доля На канале Доля программы Меняется Конечно я думаю Что следят И если постепенно Происходит постоянный спад То автоматически Люди реагируют И что-то пытаются делать То есть Доходят ошибки И в чем проблема Над чем перестали смеяться Может быть какая-то тема Или каких-то групп Стала преобладать Грубо говоря В передачах И рейтинг передач Стал падать Эти темы скорее всего Отстраняются в сторону На эти темы Больше стараются не шутить Потому что это не интересно Зрителю Я думаю что все реагируют А то что есть куча Там группа хейтеров И она не маленькая Которая говорит о том Что Камеди Клаб Это фуфло Я думаю что в ней Есть Немаленький процент Людей Которые просто Это делают Из зависти Просто так Вот как я и говорил Из закрытого профиля Просто лупят негатив И все Чтобы о себе напомнить Или я не знаю Зачем это все Ну то есть Опять же Для того чтобы кого-то ругать Сделай так же Как минимум А потом уже смотри Правильно это или неправильно А просто сидеть дома Работать трактористом В Саранской области И как бы говорить Это фуфло Ну окей Но скажи это один раз А не целый год В инстаграме То есть образ Я к тому что Есть куча юмора Есть те кому нравится Аншлаг до сих пор Я ничего против не имею Я уважительно Очень отношусь к людям Которые как минимум Больше чем я на телевидении Раза в три В два некоторые В четыре может быть Я уважительно к ним отношусь Они старожилые юморы Как бы у них свой зритель Ничего против Ни них Ни их зрителя не имеют У нас есть свой зритель Которым это нравится Камеди Клаб Есть люди которые Меньше смотрят Камеди Больше смотрят Камеди в ум В основном это женщины Ну и мужики такие У меня встречаются Которые говорят Перестал смотреть Камеди Смотрю вас Что-то мне полегче Попроще Как-то стало Смотреть вас Есть много людей Которые раньше Камеди в ум Вообще не смотрели Когда я был в Камеди А потом стали смотреть Ну то есть Простепенно Все это меняется Есть те кому нравится Там артисты Которым по 18-20 лет Они шутят На какие-то свои Там тинейджеры И есть тинейджеры Которым это близко Они это слушают Это их как бы Артист Ничего страшного Тоже нет Мне тинейджерам Нечего сказать Пока что Вы сказали о старожилах Юмора И я вспоминаю Слова Евгения Вагановича Петросяна Не знаю насколько Это авторитетная Для вас фигура В профессиональном смысле Но он говорил о том Что вот Когда он был еще ребенком Он увидел Как юморист Рассказывает какую-то шутку И он может Обрадовать людей Сделать их счастливее И этот стимул Его сопровождает На протяжении всей жизни У вас какой стимул Ну и этот в том числе Конечно же Это как бы вообще Для артиста Если все так вообще Реальную жизнь отбросить И посмотреть в идеале На все Так и должно быть Это должен быть Главный стимул Конкретно юмориста Должен обрадовать То есть моя задача На любом концерте Или мероприятии Когда я начинаю выступать Люди приходят С разными настроениями На концерт В 7 вечера допустим У кого-то оно прекрасное У кого-то не очень У кого-то только что Что-то случилось И моя задача Как артиста Чтобы через 2 часа Когда он вышел У него оно было лучше Точно чем было Когда он пришел То есть Поэтому это главная задача Ты должен понравиться Вот особенно Как бы борьба такая Внутренняя Некто бывает Когда ты ведешь Корпоратив допустим Один Нет больше артистов Ты и там 50-100 человек Каких-то людей Которые постепенно Начинают бухать И как бы каждый Реагирует по-своему Вот моя задача С абсолютно незнакомыми Лично прийти мне Никогда мы с ними Не встречались Через там 4-5 часов Когда закончат корпоратив Чтобы они со мной Обнимались Говорили Братан Друган Все что угодно Приезжай еще У меня через месяц День рождения То есть люди Считают меня Своим человеком И меня это вот Импонирует Я еще и ради этого Работаю То есть я хочу Сделать людям лучше Честно Как бы я считаю Что во мне Много позитива в жизни Пусть у вас Каждым годом все меньше И меньше Потому что я его трачу Но тем не менее Позитива в море Я еще и поделюсь с ними Говоря о возможности Объективно оценить себя Ну в том числе И вот В актерской профессии Да Вы ведь снимаетесь в фильмах Есть фильмы Которые плохие Которых вы снялись Которых я снялся? Да И они плохие Ну есть ли такие Для вас Которые вы можете оценить Как плохой фильм? Ну Я бы не стал говорить Что они плохие Есть фильмы Которые не совсем Получились Грубо говоря Задумка была неплохая Не совсем вышла В силу там Непрофессионализма Некоторых фильмов Которых я снимался Люди снимали В первый или второй раз В жизни Как режиссеры И сценаристы Соответственно Как бы Если бы он сразу Получил Оскар Это было бы чудо Мы бы обладали талантом Которую мы пропустили Почему-то до этого Понимаете как бы И это нормально Что что-то получается Что-то не получается Я снимался В самом лучшем фильме Два Да Основная банда людей Которые считают Его плохим фильмом Я не говорю Плохие слова Раз уж мы в эфире Считают его Плохим фильмом Основная их часть Так и считает Его плохим фильмом Но У тебя 10 лет Вот нынче 10 лет Как этот фильм вышел Люди некоторые Мне говорят Слушай А я вот смотрел Его раза 4 Мне очень нравится Ты там вообще молодец То есть как бы Фильм за который Мне когда-то Мне казалось Зачем я в этом снялся Но на самом деле Любой опыт Это опыт Надо его делать Хейтеры найдутся Всегда Даже если ты будешь Там я не знаю Шейхом Принцем И там Я не знаю Мадонной Мадонну тоже Многие не воспринимают До сих пор Хотя сколько лет Она на сцене Ну уж надо признать Что она заслуженная Но это точно Вариантов нету Только лет продержаться На таком высоком уровне Явно в ней что-то есть Как бы ты не любил Ее творчество Так же опять же Как я Аншлаг не смотрю Конечно Я его не смотрю Это не мой юмор Но я уважаю этих людей Ничего против них не имею С некоторыми из них Я пересекался На съемках фильмов И мы отлично ладили То есть когда они видят Что ты без понтов Без всякой там Вот этой молодежной Требедения Типа там Не просишь отдельную гримерку И спокойно с ними Пьешь одного стакана Воду там И печеньки Которые тебе выложили В гримвагене Все нормально Люди тебя понимают Как бы И начинают с тобой дружить Просто надо к людям Получше относиться Нам всем Даже чисто математически Есть такая наука Теория вероятности Математическая Которая мне очень нравилась В институте Есть такая вероятность Что если каждый из нас Попытается Помочь одному человеку То однажды Тебе тоже помогут Это логично Потому что даже Вот просто любую Миллиард взять людей Десять миллиардов Рано или поздно Столкнуться интересного И ты получишь в ответ Это добро Которое ты совершил Вот и все Спасибо что нашли время И вышли в прямой эфир Программы Абонент доступен Актер и комик Олег Вещагин Был гостем программы Спасибо вам Всего доброго И до свидания Спасибо До свидания Друзья Спасибо Удачи